доброго денечка мы обсуждали какие можно снять видео на какую тему и многие вспомнили про бижутерию и у меня невероятно много и думаю что можно показать перебрать самой вспомнить что у меня есть и просто такое развлекательное немножко видео единственно не знаю как лучше вот так вот показывать вам ее со стороны и самой светиться на экране или перевернуть экранчик и показывать какие-то так а где надо так сообразить в каком месте что-то наверное так будет что-то так очень полюбилась вот это оно такое скромное украшение она не попадает целиком в кадр только надо вот так тогда показывается небольшое с янтариком очень мне нравятся янтарики потому как все-таки они в нашем балтийском море вылавливаются и такое в таких случаях говорят аутентично потому что там где живу то и ношу что у нас тут можно поймать вот в этом украшении мне кажется что это не янтари хотя они напоминают чем-то она совершенно чудесная винтажная найденная в каком-то как всегда благотворительном магазинчике вряд ли она там какое-то посеребренное потому как цена была смешная и камушки эти или что тут такое они на просвет немножко такие не золотистый как янтарь какие-то сливового цвета ну в общем не знаю что это но ой прервемся ну вот неожиданный звонок двери кстати если вы никого не ждете вы открываете двери или нет я чаще всего не открываю но тут так как-то растерялась пошла посотеть что же там кому надо потому как не ждала никого в гости и так на чем мы закончили на чем-то похожим на янтарик а сейчас покажу это это чистый янтарик такой хороший очень люблю янтари покупала на барахолке там это можно найти дешево потому что вообще-то янтарик у нас очень дорогой и во всех этих магазинах которые у нас в старой риге для туристов там цены такие что я никогда не захожу потому что но невозможно что-то такое может стоить там и 80 евро на барахолке мне кажется за 5 евро купила или ну или по крайней мере вот как-то так очень очень дешево прекрасные кусочки янтарика они так вот было бы солнышко сейчас нет а я я вообще спешу что-то снять потому что уже после обеденное время просто сегодня на соне солнечный хороший день немножко еще света есть пока поснимать показать вам вот такой мне очень нравится на кожаном шнурочки просто какие-то или как человечки или как что-то но это замечательно смотрится вот на таких разных свитерах джемперах а ничего все равно не будет видно такая вот прелесть не знаю из чего она тут сделана но она отличная тоже найденная где-то но вот это не на барахолке это где-то в каком-то магазинчике благотворительным и там же часто попадаются туда приносят люди какие-то деревянные бусы а я люблю деревянные потому что во первых они легкие они очень-очень легкие и всегда какие-то интересно сделанные такие вот эти мне очень понравились муха что-то там муха не скреби муха скребет пол там где ее мисочка с едой должна стоять потому что она считает что я уже пора ужинать хозяйка и не накармливает такая противная хозяйка я держу ее на диете но толку никакого вот такие они интересные чтобы так было лучше понятно чудесно тоже смотрится на вот всяких джемперах свитерах просто замечательно просто замечательно так а я сейчас больше вот в таком джемпер нам стиле все время что-то ношу и еще один-найденный тоже благотворительные магазинчики здесь кусочки дерева металл то есть ну все такое довольно это самое как бы винтажно грубоватое и кусок спиленого рога какого-то надеюсь именно из тех рогов которые скидывают лось и скидывает рога или нет олени точно скидывает ну наверно лоси тоже небольшие и вот такой довольно большой красивый кусочек рога и вот такие с деревянными они прелестно смотрятся на всех на всех джемперах изумительно просто ну и на таких платьях бог бога стиль какой-нибудь там тоже так что еще украшение безумное количество сейчас хоть потихоньку буду перебирать смотреть но я думаю что это видео не на один раз мне очень много есть маленьких с камнями различные есть те которые были куплены на алиэкспрессе но сейчас уже там не покупаю вообще удалила всю свою запись карту удалила потому что последнее время настолько много разных попыток снимать с твоей карты есть она где-то указано так что моя карта нигде не указано больше вот такое вот идет сначала цепочка а потом прекрасно тоже смотрится металл темный металл посветлее металл и она изумительно на всяких различных надо бы да как-то показать но невозможно ведь если я отодвинусь еще дальше вы меня будете плохо слышать потому что у меня здесь прикреплен микрофон поэтому пока так такая когда-то были модно с этими метелками с косичками не знаю как они тут называется и она сделана с настоящими ракушками но здесь по-моему что-то такое пластиковая светленькая поэтому чудесно на сером на белом на черном на голубом на любом все те цвета которые я обычно использую сегодня у меня нет никакая некрасивая прическа потому что я была на улице под шапочкой у меня все примялась вся моя красота ну наверное не туда смотрим смотрим сюда длинное хорошее украшение которое вот прекрасно я какую-то часть украшение пыталась предлагала что я могу продать совсем недорого ну как ты никого не заинтересовала по-моему это предлагала потому что я немножко для меня наворочена все но это настоящий речной жемчуг прекрасная совершенно она без застежки потому что она спокойно одевается через голову и вот такая вот вещица из он такой нежно-нежно розовый бледно-бледно розовый вот такая вот красивая никому не понадобилось что ж поделаешь муха да муха не ищи еду ее нигде нет я припрятала все что можно это я уже в коробочке тут залезая коробочки тоже такие шкатулочки смотрите какая красота говорят что вроде какие-то египетские потому что на одной я нашла на надпись что она из египта поэтому я их теперь все называю египетскими тут у меня тоже очень такие роскошные красивые но довольно тяжелые поэтому их не ношу колье прямо из коралла из кусочков коралла сверху так здесь и вот так конечно надо было бы показывать на каком-то манекене как она смотрится но конечно смотрится очень мощно может быть поэтому не ношу я как-то так поскромнее хочу и вот это тоже по такому же принципу красивейшего колье здесь мне кажется что это все таки по крайней мере какая-то часть из ракушек из ракушек перламутр потому что вот есть вот в серединке то что висит не могу понять она как будто бы тоже из каких-то ракушек кругленькие такие но сделано замечательно вот прекрасная вещь по-моему я покупала даже на алиэкспрессе чудесно очень такая богатая красиво смотрится такое роскошное колье на мне сейчас вот такое тибетское украшение их я их тоже свое время на покупала разных интересных они чудесно смотрятся на всяких бога платьях и на вот таких всяких свитерах так тут у меня еще одна коробочка надо следить за временем чтобы не получилось слишком длинное видео слишком длинное как-то никому не нравится лучше несколько снять замечательно на что-то однотонное вот такие тоже сверху шнурочек кожаный и потом такой коробочка не закрывайся это следующая коробка она большая очень тяжелая закрывается время даже не знаю что сказать но мне она нравится я его иногда надевала этим летом еще одна коробка тоже египетская только громадная видите какая самая большая наверное у меня из шкатулок это вот это и вся она вокруг сделана изумительно со вставками из перламутра это вообще такая работаю что-то невероятное красивущая давайте-ка еще заберемся сюда не носила но мне понравилась эта вещь она тоже очень длинная и металлическая и поэтому она тяжеловато снизу такие цепи тут что-то такое камень я какие-то изумруды и прочее и его длинная опять же металлическая она не очень тяжелая но такая массивная это же ну какая-то нарядная вот так просто в магазин пойти как-то вот рука не поднимается надеть такое на себя а хотя зря вещь красивый почему бы не носить такие вещи если не есть ну вот открыла шкатулочку полюбовалась я как-то вам что-то там снимала вот в этих бусах и вы сказали такое все винтажное ретро какое-то но они классные они с каким-то по-моему я даже с каким-то тоже черно-красным платьем что-то она вообще меня сейчас есть или нет почему-то они мне нравятся здесь какие-то одни матовые какие-то блескучие и я не думала что я вообще к таким ярким и крупным и коротким бусом буду иметь какую-то симпатию но они мне чем-то симпатичны может потому что подходит под помаду не знаю ну в общем я их никуда не расслабляю покупалась в магазине в каком-то с бижутерии в таком довольно дорогом магазине понравилось что здесь сначала идет как бы такая вот ленточка а потом что-то но под янтарь это не янтарь это что-то стеклянно пластиковая не скорее даже пластиковая то что они не тяжелые легкие ну вот такие вот забавные забавные бусы красивый смой ой опять эта шкатулка сейчас она будет создавать тут много шума то что не все время запытаешься закрыться ее крышкой я буду ее закрывать каждый раз мои любимчики я их все время летом на все ношу потому что белая и меня есть белая сумочка и белые перламутровые вот такими сделаны ступеньками но это колье тоже да она на всех летних платьях прекрасно смотрится вообще на на всем на джемперах на платьях сразу украшает сразу такой я вижу что я брызгала на себя очевидно духи тут какие-то капельки немножко желтоватые надо вообще почистить интересно чем можно перламутр просто мухрая тряпочка или может быть в какой-нибудь соленой воде смоченные но они же как бы живут ракушки в соленой воде хотя есть и пресноводные это я вас пытаюсь запутать понравилось нежным цветом ну почти не ношу от слова совсем один раз какой-то на дело просто вот такие пластиковые да вот типичная бижутерия вас сразу видно что это бижутерия но если подобрать хорошо какое-то какое-то вещи то они наверное будут неплохо смотреться но наверно меня нет таких вещей вы тоже могла бы предложить тоже покупала в магазине по-моему даже иногда я бижутерию покупала в магазине пока не открыла для себя aliexpress благотворительные магазины и всякое такое прочее вот эти тоже носить не буду но они хорошенькие на лето вот такая красивая бижутерия если кому надо пишите но отсылать не буду только те кто может приехать и забрать или где-то там уж по крайней мере встретиться со мной в центре хотя в центре я так редко выбирают что вряд ли вы со мной там встретитесь немного есть того что не носится я бы с удовольствием бы нашла бы новых хозяев так ну тут все настоящее гематит и ракушки такие вот бусы из гематита и ракушек и на конце большая ракушка не очень большая ракушка довольно таки интересные но немножко как для меня уже мне кажется такие из времен не 90-х не двухтысячных но как-то сейчас такое не носится хотя почему бы не носить и не вернуть моду не повернуть ее как вспять повернем ее вспять так кулончики пошли пошли кулончики это не просто кулончик там внутри лежат фланели нет не фланелевые фетровые такие вставочки и на них можно набрызгать какое-то эфирное масло или что-то такое это открывается штука это такой интересный кулончик чтобы арома арома кулончик вот просто когда захочется вдохнуть какого-нибудь приятного эфирного масла еще два которые тоже не ношу они хорошо под буха одежду в них длинные здесь и цепь и шнурок а на конце вот такая вот штука так стоять со стрекозой какой-то веточкой и голубым камушком типа бирюзы но я думаю что это не бирюза и еще один тоже просто на кожаном шнурочке на длинном и вот такой вот красивый достаточно интересно смотрится вот если в разных ракурсах его покрутить внизу перламутровый шарик муха но муха хочет кушать время пришло муху кормить давайте я все-таки дам поесть иначе она сейчас будет меня теребить потом начнет гавкать потом в общем прервет все наши красивости кстати вот в ту шкатулку которую я вам показывала купила я уже положила колечки видите как они здесь замечательно смотрится какая-то часть который я иногда нашу сейчас муж камушку подожди секундочку сейчас сейчас мы тебе дадим что-нибудь что-нибудь дадим что полагается так прирост ненадолго потом еще чуть-чуть покажу но не все потому что на все надо минимум наверное час времени еще одна шкатулка очень необычная старинная покажу вам ее мне кажется это раньше был какой-то какой-то пенал здесь вот так вырезана она очень странно для хранения чернописьменных принадлежностей или чего-то такого но сейчас в ней тоже хранятся кое-какие украшения так чего начать так много и они такие разные это только какая-то небольшая часть я вообще сейчас понимаю что у меня их слишком много а я почти ничего не ношу наверное когда их немного ты постоянно и носишь а так даже выбрать трудно смотрите какая красота какой прекрасный летний вариант ну наверное не только летний изумительная вещь вот по такому принципу мне очень нравится акцентирует на себе внимание привлекает это понравилось просто сочетанием черного и золотистого бисера и здесь что-то такое еще интересное и они на черном ну нет на черном нам не особо потому что тогда половина не видно но на чем-то бежевом очень красиво смотрится это в общем такие бусы тоже где-то нашла в винтажном магазине так это надо понять где тут что а вот так вот прелестная совершенно из таких пушистых настоящего меха какого-то кусочков и вот на цепочке так надо не забывать руку отводить в сторону но больно надо к массажисту разбираться почему так вообще у меня все с косточками моими нехорошо обстоит дело сегодня купила какой-то крем сказали внук прямо все намажешь ты и и все перестанет болеть как-нибудь потом вам покажу если действительно поможет называется су-ста раду как-то так там чё только нету даже дёготь в составе есть и думаю чем-то пахнет невкусно так вот много-много перламутра пластиковые какие-то вставочки но все так вместе смотрится как будто это жерель и какой-нибудь русалки есть бы русалки носили ожерелья наверное она была бы какой-нибудь такое потому что вот все камушки не такого вот цвета водяниста тиного красивого потрясающая но немного тяжеловатая поэтому не особенно я выношу еще одна деревянная мне подарили на барахолке но тут не настоящий конечно янтарь был бы настоящий было бы вообще сказка такая вот тоже бижутерия с кучей дерева и чем-то таким но мне нравится я такие вещи люблю я такие вещи ношу они очень легкие просто изумительно легким помню что когда мне было такое совсем бога увлечения купила вот настоящий кожа и тут такой кармашек и на конце веселые всякие разные висюльки но мало ношу его потому что оказалось что у него была проблема она была без застежки я там как-то что-то сама зашивала но сейчас уже носить можно сейчас уже все нормально мог это поела муха поела и хочет еще раз нет нет на этом мы и остановимся так что-нибудь еще интересное не банальная хочу показать вам интересное не банальная на алиэкспрессе нашла однажды вот такую вещь она мне очень нравится тоже колье но не сильно длинная но очень волшебная здесь и сова и там кролик или или кот какой-то или что-то кошачье не знаю но в общем вот такая вот прелесть супер магическое магическое что-то похожее на помесь кота и кролика нас год кролика или кота так что раз то что надо еще не деревянные легкие прекрасные веселые такие люблю носить частенько одеваю на все бежевые и и не на бежевые на коричневые на разные оттенки коричневого хорошо подходит на рыжие джемпера чудесно смотрится ой давно давно вот эту вещь не недоставала не одевала она красивейшая но она такая вот какая-то тоже нарядная парадная обязывающие но мне так нравится она переливается тут всеми оттенками тут желтого зеленого золотого и сорочье начало во мне просто чирикает и поет потому что как у всех женщин довольно сложно пройти мимо чего-то вот такого блескучего изумительно все блестит так боюсь чтобы видео очень длинно может получиться поэтому пока сворачивать будет обязательно вторая часть дальше у меня идут всякие такие которые то ли четкие то ли опять же бог украшение дерева и эту ну в данном случае со слойником например тоже поближе так если сфокусируется но с таким например одно время я прямо их покупала потому что я не знала что мне больше понравится чтобы больше носиться они красиво все смотрелись на фотографиях они тут собраны из каких-то засушенных фруктов каких-то не знаю камушков деревянных в общем такие очень натуралистичные длинные прекрасно подходит на длинные же платье или опять же на джемпера ну то что я наверное чаще всего ношу мушенцы я значит пытается тут что-то копать опять пытается не ношу хотя вот очень понравились они необычные не такие вот опять же собранная из я даже не знаю из чего тут мне кажется что крашеная глина крашеная глина такие много детали и еще маленькие солнышки синие такие бусы интересные достаточно на мой взгляд необычные ощущения это глина какая-то ну ну крашеная глина настоящий красивый камень не знаю что за камень тяжелые холодные ну как как любой настоящий камень вот такие не знаю что это я специально они были коротковаты я их вот отдавала на переделку мне поставили тут немножко так удлинили их теперь они такой хорошей длины но когда бусы тяжелые как-то не скажу что они меня хорошо носятся и я в конечном итоге я тогда возвращаюсь к чему-нибудь такого опять пластиковому прямо к бежит бижутерии бижутерии но она невесомая легкая и вот что-то такое вот то есть и настоящие вроде перламутровые вставочки вот что-то такое ношу если хочется а вот еще один по типу того же который у меня здесь только с другим рисунком там такие много они на кожаных с этой стороны сделана кожаная подкладочка и они только меняй в зависимости от цвета джемпера настроение они очень и очень хорошие так нибудь еще тут последнее покажу опять же у меня был какой-то период стрекозный мне нравились стрекозки и здесь такой кулон со стрекозой как бы ее лучше показать и как будто бы это лист кувшинки например здесь какие-то как капельки воды сейчас покажу поближе что-то видно не видно ой но такая интересная вещица уже темнеет уже скоро мы вообще ничего не увидим последние в этой коробочке тоже вот такой большой кулон не очень не очень вычурный не очень обязывающий можно каждодневные опять же на какой-то джемпер носить почему я не ношу я вот прямо удивляюсь столько всего и это перед вами была может быть какая-то четвертая или пятая часть все бижутерии которые есть есть очень много маленьких красивых кулонов есть броши есть кольца и наверное придется снимать еще не одно видео если вам нравится ставьте как там говорят пальцы вверх чтобы я знала что она вам нравится и я буду продолжать вас развлекать а вот такое что то но это скорее да это мне такое ощущение что это больше похоже на какие-то четки здесь что-то индийской в индийском магазине здесь слоник и просто мне понравился цвет опять же цвет то что это натуральные камушки какие-то такие но они очень мелкие я их не ношу их можно по моему наматывать на руку мне кажется это вообще было изначально как браслетка который ты 10 тысяч раз вот так вот обматываешь но не 10 тысяч раз на 5 раз надо в результате получается какой-то вот такой браслет но можно носить наверное на шею а кстати браслеты тоже есть и браслетов довольно много всяких разных так что смотреть не пересмотреть спасибо всем кто был со мной кто терпел меня все эти не знаю сколько там наверное опять минут 25 получится не меньше и до новых встреч пока пока